Добрый день! Многодетных семей. Много нас. Юля, а многодетная семья – это сколько детей? Многодетной считается семья, в которой трое и более детей. Интересно, а сколько детей в семье, которые были на празднике? Этим как раз и интересовались корреспонденты Доброго Кино. Здравствуйте, у меня трое детей. Пять. Четыре девочки и вот мальчик. Сколько лет вашим деткам? Двадцать. Двадцать два. Четырнадцать. Тринадцать. Десять. Четыре. Я мама восьмерых детей. Вот это да. Расскажите, пожалуйста, как живется в такой большой семье? Знаете, когда подрастает уже старшее поколение и помогает младшему, уже легче. Моя мама четырех детей. У меня пять детей. Четыре дочки и лапочка-сыночек. У меня шесть сыновей. А кто самый старший? Самый старший – Филипп. Сколько ему лет? Двадцать пять будет. Шестнадцатого декабря. А самый младший? Самый младший – Адамчик. Ему же десять лет. У меня четыре своих ребенка и десять приемных. Ого, так много! А легко ли с ними со всеми справляться? Ну, конечно, не легко, но мы стараемся. Все получается вроде. Так много детей. А чем они все занимаются? Ты знаешь, Андрей, я думаю, как и все остальные ребята. По хозяйству занимаются. Играем в всякие игрушки. Маргарита, Михаил ходят в Олимпийскую школу резерва Пахде-Кландо. Ксения и София ходят в школу вокалов. Старше ему девятнадцать лет. Он у нас уже взрослый мальчик. Он учится на четвертом курсе техникума в последний год и еще и работает. Средний у нас Владислав. Он у нас в спорте. Серьезно занят с шести лет спортом. Современным пятибурьем увлекается. Учеба и до позднего вечера тренировки. Потом у нас Сонечка. Ей пять с половиной лет. Она у нас ходит в садик. И малыш три года. Тоже ходит в садик еще. Наша семья очень творческая семья. Мне девочки старшие занимаются вокалом эстрадным. Очень хорошо поют. Также ходят в театральную студию. Читают стихи. Средняя дочь Вероника, у меня занимается плаванием. Она уже у нас имеет первый южеский разряд. А сыночек у меня ходит на греко-римскую борьбу. Тоже уже есть какие-то успехи. Юля, что такое семейные традиции? Вот мы, например, любим путешествовать с всей семьей. Хотя у каждой семьи свои традиции. В этом убедились наши ребята. Летом на базах, на озерах, зимой на лыжах, на коньках. Мы любим, как сказать, смотреть телевизор. Все вместе садимся на диван. И смотрим то, что мы вместе хотим. Мы всегда это любили. И бывает, что выходим зимой на улицу и катаемся вместе, веселимся. Каждое лето выезжаем, например, я с братьями выезжаю в лагеря. Потом мы летом еще на базах бываем. Я вяжу крючком, вяжу спицами, вяжу деткам, вяжу взрослым, вяжу на лето, вяжу на зиму. Много всего. Вяжу кокошники, вяжу интересные детские тематические шапочки. Семейная традиция, конечно, собираться всей семьей на все семейные праздники. Это, как всегда, наш любимый Новый год. Также мы любим с семьей собираться на дачи, проводить активное время отдыха. И любим ездить, путешествовать. Мы посадили два года назад свое дерево, яблоньку, напротив родника. И теперь мы каждый год ходим в его и поливаем летом, когда засуха. Когда яблонька вырастет, мы будем всех приглашать к нашему дереву и угощать яблочками. А ваше любимое семейное блюдо, которое, может быть, вы даже всей семьей готовите вместе? Ну, наверное, плов. И как вы вместе проводите досок, то есть куда вы ходите? Мы ходим на мероприятия, много нас. Я хочу на один день попасть в такую семью. Зачем? Ну, хотя бы для того, чтобы узнать, сколько им супа нужно варить. Наверное, литров 10 или 20. Впрочем, они сами об этом расскажут. 13-15. Ого, а как начинается ваше утро? Утром встаем, варим кашу, все завтракают, варим обед, все обедают, варим ужин. Все ложатся спать и снова делаем завтрак на следующий день. Вот это да. Наверное, мама у них на кухне настоящая фокусница. А вот на празднике были великолепные артисты, которые смогли подарить радость не только детям, но и взрослым. Очень смешная клоунесса и загадочный фокусник. Мы тоже очень любим детей и выступаем всегда на детскую публику, потому что она более искренняя и больше верит в чудеса и фокусы, чем взрослые. Но взрослым тоже нравится. Какой ваш самый любимый фокус из вашего репертуара? С моего репертуара это появление человека. Конечно, к сожалению, здесь не было возможности это продемонстрировать, площадка маленькая. Вот так появление. Я так хотела разгадать все фокусы, но это было так сложно. Не расстраивайся, Андрей, у тебя еще все впереди. Родители на этом празднике наградили дипломами, а дети изготовили для них подарки своими руками. А в завершении мероприятия всех ожидало праздничное угощение. А нам пора прощаться. До новых встреч, дорогие друзья. Пока. Субтитры подогнал «Симон»